Что в прошлый раз мы с вами успели сказать, пока мне тут электричество не выключили? Что Христос, придя в Галилею, начал проповедовать Евангелие Царства, или по-другому, Евангелие Царствия Божия. И несколько слов я сказал о том, что же это такое Царствие Божие. Мы с вами сформулировали, что слово Евангелие с греческого переводится как «радостная весть», «благая весть», «хорошие новости». И еще, собственно, слово «проповедовал», ну, «проповедовал», да, Евангелие Царства. «Проповедовал» значит «провозглашал». Это не нужно ассоциировать с тем, что у нас в языке обычно под словом «проповедь» подразумевается. Да, встал нам вон и стал читать проповедь. Это было какое-то очень живое общение, но в то же время провозглашение со властью. Поэтому люди отнеслись к этому с таким огромным интересом. Почему за Иисусом пошли толпы? Потому что людям был хорошо знаком жанр учения тех наставников или раввинов, которые были среди них и которых они знали. Но это, как правило, было такое изучение, знаете, более академическое. То есть, а вот давайте посмотрим, что на эту тему говорили те или иные мудрецы. Давайте сличим разные книги. Давайте сравним мнения. И так далее, и так далее. Возвещение же Иисусова, оно не напоминало вот такие академические изучения. Оно напомнило людям, хотя люди не видели живьем пророков. Единственное, кого они видели из пророков, это вот Иоанна Крестителя, который был в этот же момент исторический. Но из того, что они знали из Писаний о пророках прежних веков, они понимали, что вот сейчас Иисус возглашает нечто. Теперь слышно? Я вроде включил звук. А, теперь слышно. Все, спасибо. Пошли дальше. И вот проповедь Иисусова, она была не подобна проповеди раввинов, которое было такое учебное некое изучение, а подобна проповеди пророков. Тех пророков, которые со властью данной им Богом провозглашали истину. И люди это видели, люди это чувствовали, и поэтому за ним пошли огромные толпы народа. Не так, как собиралось в раввинских кружках, небольших группах людей, а так, что даже власти народа обеспокоились. Точно так же, как они обеспокоились во время проповеди Иоанна Крестителя, который тоже был пророком, так же и во время проповеди Иисусовой. Но тут давайте уточним слово тоже, и Иоанн Креститель, да, пророк, и Иисус, и пророк, и Мессия, и Сын Божий, и первосвященник. То есть его служение включает пророческую роль, пророческое служение, но и превосходит гораздо больше. Теперь несколько слов об этом Царство Божие приблизилось. Ну, я чуть раньше об этом уже сказал, в прошлый раз, да, наши на подходе. Но нужно нам еще с вами об этом порассуждать. Дело в том, что Господь Иисус не дает определения Царства Божия. И вот это интересный факт, с одной стороны, который можно объяснить вот чем. Самые глубокие, самые важные и самые высшие явления в мире, их невозможно определить в словах. Дать им некую дефиницию, дать некую формулу. Вернее, знаете как? Можно попробовать это сделать. И даже эта формула, это объяснение, оно будет, нельзя сказать, что оно будет неправильным. Оно будет правильным. Но оно будет настолько неполным, оно будет настолько схематичным, как бы картонным и непередающим всю глубину, весь масштаб, все богатство того или иного явления, что в этом смысле оно даже не будет передавать его сути, в том смысле, что суть этих вот огромных, значительных, глубоких явлений можно понять, только пережив их. Я вот такой пример вам дам небольшой. Скажем, сегодня я подумал, что достаточно давно уже, ну вот, ведя все эти занятия, размышляя вместе с людьми и сам для себя размышляя, я, например, ставил такой вопрос перед собой, что такое молитва. И на уровне простых ответов, ну вот там ребенок спросит, вы ему скажете, что молитва – это разговор с Богом. Вроде бы вот, есть объяснение. Но когда мы начинаем глубже копать, то возникают большие сложности. Почему? Потому что, ну вы помните, в Евангелии, например, сказано, что Господь и так знает, что для вас нужно. А у нас огромная часть молитв, например, это молитвы просительные, когда мы просим того, другого, пятого, десятого. Я не имею в виду сейчас прошение каких-то материальных благ, чего-то, чего нам для жизни не хватает, или что нам действительно нужно. Какие угодно, пускай даже духовные блага, или что-то высокое, возвышенное, и так далее, и так далее. Но тем не менее, Бог и так знает, что нам нужно. Об этом прямо сказано в Евангелии. Возникает вопрос. Зачем нам тогда ему говорить, что нам это нужно? Он сам знает. То есть, смотрите, вот такой первый подход. Второй подход в размышлении об этом был такой для меня, что... А это общение. Смотрите, ведь в общении, когда мы, например, вот с человеком общаемся, с которым мы хотим общаться, для нас обмен информацией, он стоит на втором месте. А на первом месте стоит сам процесс общения. Вот такой, как бы, второй шаг в размышлении о молитве. Третьим шагом была такая версия, которая тоже у меня возникла, что... Давайте вспомним, что в Евангелии сказано, что без меня не можете творить ничего, говорит Господь. А что значит без меня? Как бы тогда получается, что молитва – это некий инструмент, чтобы мы что-то творили. То есть, не просто молитва сама по себе, а дела сами по себе. А некий инструмент, чтобы мы что-то делали. Но мы не можем делать это без Бога, и тогда мы его привлекаем себе в помощь. Но не в том, не в языченском смысле, когда люди использовали богов своих, а в смысле, так сказать, хорошем, в правильном смысле слова. Как некто маленький привлекает кого-то большого. Но ребенок он может позвать родителя, отца или мать себе на помощь. От этого родители не становятся меньше. Наоборот, он всю свою силу, большую взрослую силу прилагает на помощь вот этому маленькому человеку. Так же и здесь. Мы призываем Бога на помощь, и он свою силу нам дает, и мы что-то делаем с помощью него. То есть, тут молитва тогда используется вот как. То есть, не для того, чтобы ему что-то сообщить, что мне что-то надо, ты, Господи, об этом не знал, я тебе сообщаю, дай мне, пожалуйста. Нет. И второй аспект, да, мы с вами затронули. И вот этот третий, он как бы объясняет третий аспект молитвы. Но, в конце концов, вот я к чему веду. К тому, о чем я подумал сегодня, что на самом деле, вот эти все один аспект, второй аспект, третий аспект, они всем, возможно, правильные, но они не передают суть явления. То есть, суть все-таки ускользает, и оказывается, что ее можно не понять умом, дав определение, а только почувствовать, находясь в самом процессе, в самом явлении. И я это сейчас все к чему говорю? Для того, чтобы провести аналогию с тем, как Христос учит о Царстве Божием. Вот, казалось бы, мы даем это определение Царству Божию, мы говорим, что, смотрите, Царство Божие, или по-другому Царствование Божие, это ситуация, когда царствую не я, на троне в своей жизни сижу, не я, не мои желания, мои хотения, или мой эгоизм, или мой грех, и так далее. А когда на троне в моей жизни сидит Бог, то есть на троне сидит, это, конечно, в переносном смысле, является царем, то есть является главным, занимает главенствующее, центральное место. Ну, хорошо, но вот мы такое вынесли определение, что вот Царство Божие, это вот такая ситуация, когда человек своим духом сделал выбор, что главное для него это Бог и его воля. Но почему, мы можем спросить, Христос Спаситель так не дает такого определения? Очевидно, что наше понимание ограничено, а его понимание, наоборот, полно, потому что он сам явление Царства Божие. Он сам, с одной стороны, тот, для кого Отец является царем, потому что он говорит, что не мою волю творю, но волю пославшего меня Отца. Он во всем пронизан этой волей, у них одна воля на двоих. С другой стороны, он сам является для людей тем царем, которого Бог ставит во главе этого царства и так далее. Ну, об этом разговор еще впереди. Тем не менее, смотрите, он сам является этим царством, он в средоточии этого царства. Его понимание, оно полно, а наше понимание частично, такой маленький-маленький кусочек мы где-то с краю затронули немножко, и поэтому мы пытаемся дать определение, а он не дает определение, но он учит о Царстве Божьем в притчах, то есть иносказательно. Любая притча – это некая метафора, некое сравнение, иногда аллегория. Почему они все разные? Потому что, вот как, скажем, только что мы говорили о молитве, это сложное и богатое явление, глубокое и многослойное. Притча – это слойное.